На борьбу с коронавирусом из бюджета Башкортостана за неполные два года было потрачено 16,5 миллиардов рублей. Кроме того, большую поддержку более 11 миллиардов регион получил из федерального центра. Цифры были озвучены на Всероссийском медицинском форуме в Уфе. С начала пандемии в республике были приняты меры по увеличению производства медицинского кислорода. Количество аппаратов ИВЛ увеличилось в 8 раз и достигло 700 штук. На пленарном заседании форума премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул, что в пиковые периоды расход кислорода составлял 80 тонн в сутки, что почти в 6 раз больше того, что было необходимо до пандемии. В онлайн-формате о своем опыте борьбы с коронавирусом рассказали представители Беларуси, Казахстана, Израиля, Челябинской, Белгородской и Оренбургской областей. Вот если говорить о республике Башкортостан, мне кажется, мы сейчас нашли хороший баланс наличия и совокупности тех ограничительных мер, тех профилактических мер и текущее состояние нашего здравоохранения. Подчеркиваю, что просто могу сказать, что на данный момент у нас 2500 коек заняты под коронавирус. У нас свободными на данный момент в развернутом состоянии находится порядка 800 коек. То есть мы абсолютно спокойно и комфортно можем сейчас принимать больных. Ну и вы знаете, что я уже говорил, что мы доходили до 8,5 тысяч коек. То есть умение мобилизоваться у нас уже есть. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов подчеркнул, что единственный способ остановить пандемию – это коллективная иммунизация. В Башкортостане на сегодняшний день вакцинировано более 2 миллионов человек. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще почти 400 тысяч. На данный момент предполагается, что вакцинация в республике завершится к середине февраля следующего года. И в продолжении темы. В Башкортостане на Всероссийском медицинском форуме дан старт строительства двух инфекционных центров. Госпитали построят на Зауралье и западе республики в городах Сиба и Туймазы. Каждый из них рассчитан на 250 мест. На строительных площадках уже начали проводить инженерные коммуникации. Привезли материалы для возведения конструкции госпиталей. Центры построят по примеру двух предыдущих инфекционных в Зубово и Стерлитамаке, где с 2020 года прошли лечение уже 22,5 тысячи пациентов. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов также подчеркнул, что опыт Башкортостана в строительстве инфекционных госпиталей уже применяется не только в российских субъектах, но и перенимается в Сибирной организации здравоохранения для тиражирования на другие страны мира. Что касается госпиталей, проект безусловно успешный. Он транслирован уже на многие регионы. Там уже построены, где-то планируется построить. Поэтому это абсолютно такой ноу-хау. Башкортостан здесь первый. И действительно берет гордость за то, что в нашей стране есть вот такие передовые топовые центры. Напомню, что вместо стандартных четырех лет инфекционный госпиталь в Башкортостане построили в рекордные 50 и 55 дней. Такого результата удалось достичь благодаря тому, что все процессы шли параллельно. За две недели по уханьской технологии построили два общежития. Проект госпиталей подготовили за две недели. Если бы мы сделали как коммунарка, и так бы вытянули буквы Ш, то нам нужно было где-то 10 гектаров. А так, получается, мы сократили и площадь участка, и, в общем-то, для медперсонала более удобно передвигаться. Инфекционные госпитали построены из легких стальных конструкций. Здание рассчитано на 50 лет службы. После завершения пандемии центры будут перепрофилированы в многофункциональные больницы. В Стерльтамаке, например, в отличие от Уфимского, добавлено родильное, приемное и хирургическое отделение. Впервые за 7 лет в республике увеличилось количество жителей за счет миграции. Прирост составил 4302 человека. До этого ежегодно фиксировалась убыль населения. Актуальные цифры на оперативном совещании в правительстве озвучила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Больше всего из республики уехало в 2018 году почти 9 тысяч человек. Низкие значения убыли зафиксировали в пандемийном 2020 году. Эксперты связывают это со снижением экономического развития регионов, количеством рабочих мест на предприятиях севера, прохождением лечения от коронавируса. Кроме того, возвращению соотечественников помогает и специальная программа. По ней в республику из стран бывшего СССР вернулось 279 человек. До сих пор программа была очень сложной. С этого года в нее внесены существенные изменения. Стал упрощен порядок в ней участия и получение гражданства. В целях популяризации данной подпрограммы в текущем году были проведены индивидуальные семинары с участием представителей зарубежных стран, в том числе Германии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Латвии, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Белоруссии и совместно с представителями МВД России. По данным Минтруда, на конец ноября уровень безработицы опустился до рекордно низкого с 1993 года значения 3,8%. В планах до 2024 года создать в Башкортостане 11 модельных центров занятости. Также Ради Хабиров поручил проработать возможность обязать новых инвесторов устанавливать средние по отрасли заработные платы сотрудникам. Компания «Автодор» определилась с подрядчиком, который разработает проект скоростной трассы Казани-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит в Башкортостане. Контракт заключат с институтом «Мостпроект-3», который оказался единственным участником торгов. Организация снизила начальную цену работ на 107 миллионов рублей и выполнит проектирование за 2 с лишним миллиарда. Участок Казани-Екатеринбург станет частью трассы М-12. Протяженность дороги в Башкортостане от Дюртюлей до границы с Пермским краем составит 140 километров. Расчетная скорость движения по платной четырехполосной дороге – 120 километров в час. Исполнитель контракта должен предусмотреть две транспортные развязки, пешеходные переходы, ограждения, а также освещение трассы. Работы должны завершиться до 15 июля 2022 года. В рамках строительства новой дороги также реконструируют 69 километров существующей трассы М-7 в регионе. Строительные работы на объекте планируют начать зимой 2022 года. Движение на участке запустят в 2024 году. У Башкортостана есть большой потенциал для развития гастрономического туризма. Об этом заявил президент Международного энногострономического центра Леонид Геребтерман на традиционном нежном завтраке, который прошел в Уфе в отеле Краун-Плаза Уфа. В мероприятии приняли участие советник-руководитель Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и другие гости, среди которых известные бизнес-леди, общественники, благотворители, а также ведущие эксперты отрасли. Участники встречи поделились, каким они видят развитие гастрономического туризма в Башкортостане. Великолепие в части гастрономии, экологии Башкерии, оно, конечно, уникальное. И вот это вот сочетание плюс этническое наследие, я думаю, позволит вам создать очень достойный конкурентный продукт на рынке гастрономического туризма. Также эксперты отметили, что в регионе необходимо делать упор на популяризацию национальных блюд, а также поддерживать местных фермеров. У вас есть замечательные заведения общественного питания, может быть, которые вы даже до конца не понимаете, насколько они хороши в масштабах России. У вас есть очень креативные ребята, креативные шефы. Просто вот эту индустрию надо сейчас поднять в глазах общественности, чтобы дети шли учиться на кулинаров, чтобы они верили в то, что эта профессия будет кормить их и позволит им стать уважаемым членом общества. Ну, надо просто этой темой заниматься. И фермеров надо поддерживать, потому что на основе локальных продуктов и будет то движение в республике, которое все так хотят. Эксперты отметили, что гастрономический туризм до пандемии был самым быстрорастущим видом туризма. Более 80% гостей региона при его посещении смотрят на то, где можно поесть. При этом гастротурист тратит на треть больше обычного. Гастрономический туризм должен проникать во все отрасли. То есть, мы должны приходить в любой ресторан в нашей Башкирии и иметь возможность попробовать что-то национальное. Крупнее рестораны должны предложить более широкий спектр. Если это небольшой ресторан, хотя бы какое-то одно уникальное блюдо. Вот с этого нужно начинать. Отмечу, что в Уфе с 8 по 11 декабря проходил форум-фестиваль «Гастрономический туризм. Новые возможности». В нем приняли участие более 40 регионов страны. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.